Добрый день! Мы продолжаем разговор в рамках четвертой лекции по курсу истории Испании, лекции мусульманская Испания. И мы говорим сейчас об истории кортовского халифата Амиядов и о первой эпохе Тайф. Мы остановились на том, что вскоре после смерти Абдар-Рахмана II в 852 году Кордовский Эмират приходит в упадок. Слабые правители не способны удержать племенного сепаратизма, постоянно вспыхивают восстания. Экономика входит в полосу кризиса, потому что вспыхивают восстания. Это значит, что местные вожди, местные царьки оттягивают на себя часть ресурсов, начинают чеканить свою монету, ресурсов не хватает, монета портится, начинается инфляция, начинается экономический кризис. Всё это вместе приводит к почти полному распаду Эмирата. Но пока ещё его удается избежать, в 1912 году к власти приходит эмир Абдар-Рахман III, который будет править с 1912 по 1961 год, один из самых знаменитых правителей Кордовы. Когда он приходит к власти, практически сразу он показывает себя, как сильный и способный военный вождь. Он начинает своё правление с целого ряда сильных походов против христиан. Наиболее известна это битва при Хункере с королём Леона Ордонью III, последующий поход на Леон, набег на Навар, разорение Памплоны, забегая вперёд, разумеется, битва при Симанкос, об этом ещё скажем. И в 929 году Абдар-Рахман объявляет себя халифом. С чего вдруг? Если смотреть только на Испанию, то ответа мы не получим. Испания нам ответа не даст. Здесь вполне можно было бы и не принимать титула халифа. Но здесь никаких предпосылок к этому не было. Что же тогда? А причину надо искать в Африке. Там, на землях современного Египта, формируется так называемый фатимитский халифат. То есть, фатимитская династия, фатимиды, которые называют себя тоже халифами. И, соответственно, Абдар-Рахман, андаусиец, оказывается в очень странной ситуации. Юридически он подвластен, покорен, подвластен халифу Аббасидов. Чехия резиденция на тот момент уже даже не Дамаска, а Багдад. И так, юридически он подвластен багдадскому халифату. А с другой стороны, между ним и Багдадом лежат владения фатимидов, которые, в общем, очень претендуют на контроль над Абдар-Рахманом. Плюс поднимается целый ряд восстаний среди племен в Северной Африке. И Абдар-Рахман принимает решение принять титул халифа, который поможет ему, как он считает, объединить власть в своих руках. И он не без оснований полагает, что под знамя халифа встанет больше людей, нежели под знамя эмира Алан-Ал-Ал-Уса. А, собственно, в 929-м он провозглашает себя халифом. За два года до того он начинает цикл морских, прежде всего, походов из Испании по североафриканским городам. Это, собственно, удары на Мерилью, Сеуту, Титуан, Танжер, которые длятся большую часть его правления. Параллельно он сокрушает племенных вождей у себя под боком и окончательно подчиняет себя Севилью, Бадахас и Толедо, то есть юг и центр полуострова. Он закрепляет и развивает практику, введённую Абдурахманом Вторым. Я говорю про то, что наместники больше не назначаются в свои родные места. Наместников надо перемешивать и назначать их не к тем бану, откуда они происходят, а к совершенно другие регионы, желательно даже не по соседству. Параллельно Абдурахман Третий введёт, повторюсь, очень успешную внешнюю политику. И после подчинения Севильи, после замирения Бадахаса и Толедо, Абдурахман, собирая большое войско, вторгается в пределы королевства Леона, вторгается в нынешнее, собственно говоря, в область Кастилии, и у города Симанкас происходит сражение с войском Леонского короля Рамира Вторым. Войско Леонского короля разбито на голову, просто это одно из самых страшных поражений в истории христианской Испании. И христиане обложены данью в пользу Абдурахмана. Как вы понимаете, чем успешнее, к тому же, чем успешнее внешняя политика, тем популярнее халиф среди воинов. Чем он популярнее среди воинов, тем больше его поддержка, военно-политическая поддержка, тем прочнее его власть. Соответственно, помимо войны, а вот здесь, сейчас я продолжу, обратите внимание на карту, да, видеть походы Абдурахмана, он в основном как раз ведет походы, вот наносит удары по прибрежным городам. Это еще раз, да, Тетуан, Сеута, Танжер, Арсилья, Мелилья, вот эти вот града. В то время как в Северной и Северо-Западной Африке развивает свою активность фатимитский халифат, наносящий удар через Тремисен, соответственно, по побережью западнее. это и королевство Аббуна, Абану-Накур, да, Абану-Накр, и, соответственно, королевство столицы Фессия и ряд других, как вы видите, субъектов. Вот фатимиды практически зачищают эту площадку, да, разбивают очень многих. Абдер-Рахман Третий, возвращаясь от внешней политики к его программе реформ, он идет очень проверенным путем, надо сказать. То есть, помимо внешней политики, он строит роскошную, с одной стороны, и укрепленную, с другой, резиденцию халифов. Это знаменитая младената Захра к востоку от Кордова. Он проводит реформу монетной чеканки. Причем здесь любопытно. Историки отмечают, что до 929 года, до своего провозглашения халифом, Абдер-Рахман не чеканил монет вообще. А вот когда он приходит к власти и становится халифом, то вот там проводится реформа монетной чеканки. Устанавливается довольно четкая биметаллическая корзина, золото и серебро. И, стало быть, повышается роль рабов, рабов сакалиба, рабов сакалиба, то есть рабов славян, рабов обид, то есть черных, чернокожих рабов. Их роль повышается в каком плане? Им все чаще доверяют управление, командование отрядами, управление провинциями. И сакалиба, и абид становятся отдельной военной и политической силой в халифате. С одной стороны. А с другой стороны, да, понятно же, что они остаются на полуострове чужими. В отличие от местных арабов, которые уже давно молоди, да, андалусийцы. В отличие даже от старых берберов, с которыми, в общем, тоже давно общаемся уже, и все привыкли. Здесь-то все, прежде всего те самые арабы и берберы, видят в сакалиба бывших рабов и относятся к ним соответствующе. То есть здесь нет никакой иллюзии, что сакалиба там будет кто-то любить. Абдеррахман опирается на тех, кого не любят. Но если их там не любят, считает он совершенно правильно, то они не смогут уделить время с тем, чтобы составить заговор против Верховной Пасти. Здесь примерно вот такая логика. Наследует Абдеррахману Третьему халиф Аль-Хакам Второй. Это период высшего расцвета халифата. Вслед за завоеваниями Абдеррахмана. Но политика при этом, политика в области обращения, как сказать, с кадрами, очень похожая. Видите, сакалибы набирают силу, набирают силу, получают авторитет. И Аль-Хакам заменяет сакалиба, оттесняет их на задний план и приглашает так называемых новых берберов. То есть наемников из Магриба еще чужих на этом празднике жизни у них опять ничего нет, им надо все зарабатывать сначала, и они полностью зависят от милости халифа. Что, собственно, и требуется. Параллельно, собственно, Аль-Хакам входит в историю не за счет своих действий сакалиба, он входит в историю как один из самых мудрых халифов Испании. Один из образованных людей своего времени, поэт, писатель, философ. Его не стеснялись приглашать арбитром в свои тяжбы христианские короли и магнаты. Он собирает роскошную кордовскую библиотеку, один каталог, который занимал 44 тома. Он покровитель искусств, наук, меценат. То есть, ну, прелесть просто, что такое. Понимаете же. Вот, но вместе с тем ему удается удержать власть, переданную ему Абдер-Рахманом, но уже боюсь не укрепить. Вот, посмотрите, еще раз. Вот два первых халифа. Абдер-Рахман III, халиф с 929 года, напомню, и Аль-Хакам II. После смерти Аль-Хакама к власти приходит, простите, пожалуйста, 12-летний мальчик, халиф Хишам II. И никакой реальной власти он удержать уже не может. О том, что происходит в правлении Хишама II, и что его, собственно говоря, спасает, мы сейчас поговорим. Вот, но посмотрите пока на генеалогическое древо, и вы видите, что после правления Хишама нет ни одного, считайте, нормального правления, ни одного достаточно длинного и устойчивого. Ну, сами посудите, Хишам II умирает в 1013 году, и вот с 1013 по 1031 год, сколько там проходит, 28 лет, да? 28 лет, в этот период укладываются раз, два, три, четыре, пять, шесть правителей. Вот, шесть правителей, уже не представляющих серьезных лидеров, не способных удержать халифат от процессов распада. Но, туда мы еще придем, а давайте пока несколько слов о Хишаме II. В 976 году он становится халифом, а в 978 его майордомом, хаджиб, да? Хаджиб – это аналог франкского майордома, ну, если хотите, первого министра, да? Хотя это известный, так, анахронизм. Его хаджибом становится человек по имени Ибн Али Амир Аль-Мансур Биллах. Тот, кто будет известен Аль-Мансур Биллах, да, это прозвище «Победитель во имя Аллаха», он будет известен в христианских хрониках как Аль-Мансур. Зловещие имя, страшные имя. Посмотрите на карту. Каждая красная стрелочка – это один из основных походов Аль-Мансура. Из основных, потому что в общей сложности он пробудет у власти, видите, со своего прихода в 978-м до смерти в 2002-м году, то есть 24 года. За 24 года будет совершено более 50 походов. Более 50, дамы и господа. Будет сожжена и разграблена Барселона. Будет разорван Сантьяго до Компостелла, причем с колокольни собора Сантьяго будут сняты колокола, и Аль-Мансур прикажет доставить их в Кордову внимательно на спинах, пешком на спинах христианских рабов. Будет взят и разорван Леон, сожжена Самора. Ну, здесь легче назвать те города, которых Аль-Мансур не коснулся. Это, конечно, сущий божий бич был для христиан. При этом Хаджик довольно быстро понял, что править удобнее самому. Хишама Второго он, извините, изолировал вместе с его гаремом как раз в резиденции Мадинара Ас-Захра и перестал вообще с ним хоть как-то советоваться. стал фактически полновластным правителем халифата. Будучи сам образованным человеком начитанным, он ради укрепления державы, как он это считал, ради очищения ислама, как он это видел, опять-таки, он сжигает Кордовскую библиотеку. Не всю, но он ее вычищает. Да, все книги не согласные с Кораном или неугодные действующему вероучению идут в костер. Его походы имеют и еще одно значение. С одной стороны, вроде бы, да, вроде бы, вроде бы, мы видим более 50 походов, больше двух походов в год, почти каждый год, христиане, казалось бы, трепещут, даже не казалось бы, а точно, а с другой стороны, такое количество и такая интенсивность военных походов разоряет халифат. Халифат входит в полосу тяжелейшего экономического кризиса, и как раз в этот момент, примерно в это время, Аль-Мансор умирает. Ему наследуют его сыновья, Абдаль-Малик Аль-Музафар и, соответственно, Абдар-Рахман по прозвищу Санчуэло. Это потому, что он сын христианской наложницы, дочери короля Санчо. Абдаль-Малик Абдаль-Малик Аль-Музафар и Санчуэло правят как хаджибы при халифах, но при халифе Хишами II, все при нем же, но основать династию хаджибов не удается. Абдаль-Малик Абдаль-Малик то есть Спаситель. Ну, Спаситель, он якобы, значит, он якобы освобождает халифов. Почему Спаситель? Он освобождает халифов от власти хаджибов. Ну, да. Не признав его халифом, из Кордова уходят несколько тысяч воинов. Сакалиба и магрибские берберы, наемники уходят и Мухаммаду II практически не остается с кем воевать. В смысле, чем воевать? Он не остается солдат в достаточной мере. А в халифате начинается уже запущенный процесс раскола. Возникает несколько халиф одновременно, видите, до шести. Начинают бунтовать области, собственно, местные руководители, факихи, кади, судьи, визири. Они просто объявляют себя правителями своих областей, строящихся, определяющихся, опять-таки, по кровному принципу, прежде всего. Их халифат очень быстро распадается на 30 княжеств Тайф. Начинается эпоха, первая эпоха Тайф. С одной стороны, Тайфы это, конечно, период политической слабости арабского мира, и христиане пользуются этим моментально просто. Просто моментально. С другой стороны, Тайфы это период политического, виноват, период культурного подъема. парадокс здесь. Реформа Абдер-Рахмана Третьего и, собственно говоря, кое-что из завоеваний Аль-Мансора приносят свои плоды, и плоды выражаются во многом в том, что культура резко придет вверх. Собственно, здесь на карте вы видите, возвращаясь к политике, вы видите деление Тайф. Тайфы бывают андалусийские, славянские, берберо-арабские и, собственно, новоберберские, если хотите. Вот. И распределяются они примерно так, что центр и запад полуострова держат андалусийцы, млади. Это Тайфы Таледа, Кордовы, Севильи, вы видите на карте. Старые берберы, ближе всего смыкающиеся с андалусийцами, занимают юг полуострова. Это, прежде всего, Тайфы Бадахас, опять-таки, Тайфы Таледа, где они вместе с андалусийцами. Это Тайф Сарагосы, где они вместе с андалусийцами. Вот. И, наконец, это восток Тайф Валенсии. Новые берберы, юг и север Африки, что вполне очевидно. Вот. И Сакалиба, это восточные Тайфы, прежде всего, Тайфы Тайфа Дайни, плюс Булярские острова. Христиане, тем временем, набирают силу, оправляются, приходят в себя от ударов Адмансора, консолидируются. Мы с вами в следующей лекции поговорим о том, как развиваются христианские королевства в этот период. Мы сейчас не будем забегать вперед. А сейчас просто обратите внимание, верхняя карта, это состояние полуострова на 1084 год. Нижняя на 1085. В 1085 году Альфонсо VI, храбрый, присоединяет к своему королевству Толедо. Тайфа Толедо перестает существовать. Теперь получается с Кастильским, с Леоно-Кастильским королевством напрямую граничит Тайфа Севильи, которую возглавляет могущественный правитель Мохаммад Аль-Мутамид. Чаще всего его называют просто Аль-Мутамид. Но каким бы могущественным он ни был, здесь он оказывается перед лицом противника более сильного, чем он. и именно поэтому он и обращается за помощью к Аль-Мутамидам. А вот о том, что из этого получилось в следующем эпизоде. Спасибо. Спасибо.